всем привет с вами акулов иван и сегодня в этом видео мы с вами поговорим о том как мы можем создать фон наших приложений при помощи градиента а именно мы с вами создадим три цвета и применим эти три цвета для того чтобы создать наш фон поехали угадайте с чего мы с вами начнем конечно с того что откроем программу xcode а в моем случае это xcode 8 бета-6 создаем новый проект а из application single view application next назовем наш проект gradient background выбираем язык swift next и create и так мы с вами создали в проект и в первую очередь давайте пойдем файл main storyboard здесь у нас есть наш холст на котором мы и будем с вами работать нажимаем вот так помимо холста нажимаем клавишу option и скроллим так чтобы у нас с вами вместился весь холст на экран теперь давайте идем библиотеку объектов и введем здесь image view после того как мы найдем имя чью перетаскиваем соответственно центр нашего холста переходим с из инспектор и указываем что мы хотим видеть размер здесь 300 на 300 вот так и посерединке его размещаем и так нам нужно установить constraint и для того чтобы наш объект не плавал на различных дисплеях нажимаем клавишу control и перетаскиваем сами на себя мы хотим установить пропорцию наших сторон и хотим чтобы эта пропорция была равна единице то есть по сути у нас получился квадрат aspect ratio установили теперь помимо того что мы установили aspect ratio нам нужно также определить где располагается соответственно наш вот этот image view зажимаем клавишу control и перетаскиваем нажимаем клавишу shift и выделяем вот эти три constraint а если насчет вот этих двух constraint а все понятно мы то есть хотим видеть наш image view по центру нашего дисплея то вот это aspect ratio устанавливает то что размер нашего квадрата будет зависеть напрямую от сторон соответственно нашего вот этого холста нажимаем add constraints и мы видим что у нас теперь все с вами отображается голубым цветом ну и для того чтобы мы добавили image view не просто так я на самом деле это добавил для того чтобы у нас было хорошее сочетание с градиентом давайте перейдем в assets и добавим наш assets какое-либо изображение я добавлю angry bird соответственно переходим обратно main storyboard выделяем наш image view переходим в атрибют inspector и я пишу angry bird и у меня появляется вот такая птичка теперь я нажимаю на view то есть если мы зайдем в иерархию нашего документа то мы увидим что здесь есть view соответственно я хочу это глюк я хочу чтобы у нашего view фон был прозрачным соответственно выделяю прозрачный вот этот фон все что нам остается сделать это по сути перейти во view controller и написать код который сделает наш фон фон за этой птичкой при помощи градиента переходим во view controller swift и здесь давайте с вами начнем писать как мы с вами догадываемся любой градиент он состоит из цветов соответственно для того чтобы создать градиент нам нужно с вами создать некие цвета я создам цвета которые уже заранее подготовил поэтому лет color 1 равно юай color начинаем листать наверх и здесь видим вот такой инциализатор где есть сиди флот нажимаем и и теперь мы сюда с вами впишем следующие значения 153 делить на 255 26 делить на 255 и затем 61 делить на 255 альфа у нас будет равно 1.0 это у нас непрозрачность для того чтобы дальше мы смогли использовать этот цвет нам нужно сразу же преобразовать это в cg color так у нас вот здесь ошибка теперь все правильно let color 2 color выбираем тот же самый инициализатор здесь вписываем 243 делить на 255 155 делим на 255 51 делим на 255 и альфа у нас равно 1.0 также давайте мы здесь используем свойства cg color для того чтобы преобразовать наш юай color в cg color теперь для того чтобы нам с вами применить эти цвета для нашего фона или для нашего нового view мы должны создать еще одну константу let gradient layer равно cg gradient layer инициализируем его дальше мы должны указать границы вот этого нашего градиент лэйра gradient layer frame равно self view bounce по сути мы говорим о том что рамка нашего вот это gradient layer она равна границам нашего view frame и bounce это не одно и то же но в данном случае мы можем записать именно таким образом если вы хотите соответственно узнать различие между frame и bounce то вам лучше всего обратиться на stack overflow там есть очень развернутые ответы о том в чем же у нас различие между frame и bounce следующее мы давайте укажем цвета которые мы хотим использовать для своего фона градиент layer colors равно и здесь мы должны перечислить наши цвета которые мы создали выше уже внутри массива color 1 , color 2 затем любой цвет он у нас градиент это переход от одного цвета к другому соответственно переходить может по-разному нам нужен вектор который будет указывать каким образом у нас с вами будут применяться каким образом у нас будет с вами осуществляться переход или с какой стороны у нас должен находиться какой цвет градиент layer start point равно cg point открываем скобочку и давайте используем вот этот инициализатор здесь мы с вами должны указывать значение от нуля до единички здесь я как стартовую точку использую как 0 0 начало отсчета затем gradient layer как вы догадались end point равно cg point открываем скобочку и здесь уже впишем значение 0.0 по игреку 1.0 вы увидите каким образом у нас с вами будет выглядеть наш градиент и следующее что нам с вами остается сделать это добавить вот этот gradient layer или слой нашего градиента к нашему view self view layer insert sub layer теперь мы указываем gradient layer и указываем в какую позицию мы хотим добавить наш этот фон мы хотим добавить его на нулевую позицию теперь теперь когда мы с вами запустим проект у нас все должно отображаться уже с градиентом запускаем наш проект горячей клавиши команд r и мы видим что теперь наш фон он переходит плавно от одного цвета к другому соответственно если вы хотите добавить еще один цвет давайте вот это мы скопируем вот так вставим назовем это color 3 соответственно здесь вместо 243 будем использовать 183 34 и 69 теперь мы добавляем сюда color 3 ну и соответственно все у нас изменится нажимаем команд а чтобы запустить наш проект и и теперь у нас все отображается таким образом то есть у нас начинается все сверху начинается с первого цвета переходит во второй цвет и заканчивается третьим цветом на этом все надеюсь у вас появились новые интересные идеи о том как вы можете применять градиент ваших приложениях с вами был акулов иван портал севдбук точка ру до встречи выбора фоноград фоноград Субтитры создавал DimaTorzok